Его разыскивали три года по подозрению в изнасиловании школьницы, а он все это время трудился в детском саду дворником. Вычислить вероятного педофила удалось в том числе благодаря вот этой девушке. Возвращаясь домой из магазина, путь лежал через Александровский сад, Наталья обратила внимание на весьма странного пожилого мужчину и позвонила в полицию. Взяла девушка трубку в отделе полиции, я начала ей описывать мужчину, как он выглядит, где мы находимся, что он делает. Мужчина понял, что я говорю о нем и спешно начал подтягивать штаны и побежал наверх по горке. Наталья бросилась в след, но в конечном итоге не смогла догнать пенсионера. Позже в полицию обратилась еще одна девушка и рассказала, что в парке встретила человека, который еще в 2003 году к ней домогался. Тогда она посчитала, что мужчина психически нездоров и не стала сообщать в МВД. В начале января этого года полицейские установили еще одного свидетеля, которая передала полицейским фото мужчины, пристававшего к ней. Подозреваемый был задержан, но обе жительницы Елабуги уверенно опознали его. А проведенный сотрудниками МВД Торстана полиграфическое исследование указал на его причастность к нападению на 8-летнюю девочку. Во время следственного эксперимента Владимир Паранин все подробно рассказал. Как заманил школьницу в парк, надругался, а после бросил умирать на морозе. Спустя три часа ребенка обнаружили прохожие на руках, едва живую, отнесли в ближайшую больницу. Девочку, к счастью, спасли. Вышел на главную дорогу и пошел на Александровский сад. Девочка где осталась? Девочка где осталась? Вот здесь. Она в каком состоянии была? В безосновательном состоянии. В безосновательном? Да. Со слов пострадавшей, тогда был составлен фоторобот подозреваемого. Но это не помогло сыщикам. Следователи провели колоссальную работу, в ходе которой раскрыли еще несколько преступлений. В ходе расследования уголовного дела пройдем большой объем работы. Отобраны и исследованы тысячи образцов ДНК, допрошенные сотни возможных свидетелей совершенного преступления. При этом был раскрыт ряд других преступлений против половой неприкосновенности, в том числе и несовершеннолетних. В результате уголовной ответственности привлечены шесть преступников. Следователи выяснили, задержанный, которого столько лет искали, состоит на учете у психиатра. Сыщикам еще предстоит выяснить, как ему вообще удалось устроиться на работу в детское учреждение.